приветствую всех с вами холдом и мы продолжаем проходить топ сюжет рефлексия данный выпуск скорее всего выйдут где-то в одно время такие вот партии прямо вдвоем ну или по одной в каждый день вот так сейчас мы заражим таким вот образом сюжет рефлексия посмотрим что там дальше будет в отношениях наших героев основа этот расслабляющий музончик нас достает новый день сайони появляется в клубе раньше обычного то есть не опаздывает когда она открывает двери кабинета оказывается что там никого нет поэтому она садится за парту это стает лист бумаги чтобы набросать то что придет придет ей в голову цели появилась привычка записывать обрывки мысли образов и ощущений потом она использует это в своих стихах моим сердце пус пусто потому что корабль уплыл ох 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 траляля траляля нацуки нацуки высовывает голову из-за дверцы шкафа прости я не хотела тебя пугать прости я не хотел тебя пугать но если бы я ничего не сказала вышло бы совсем неловко вряд ли тебе было понравилось что я подслушиваю как ты сочиняешь стихи ну да спасибо за чуткость так что оставить тебя в покое пока ты не закончишь нет это не смысле я так делаю когда время есть ты мне ни капельки не мешала кстати а где моника да она в коридор вышла зачем ну она там юрий под поджидает юрий надо так стесняется что сама в колозой не может вот и углу с ума сойти неужели юрий так подолгу заморачиваю подолгу заморачивается на чем-то на чем-то плохом на чем-то плохом она не может справиться со своими чувствами есть люди для которых дурная мысль в голове как заноза не вытащить они могут ненадолго заставить себя отвлечься но как только остаются со своими мыслями на едине опять начинает с начинается днить фууууууууууууууууууууууууууууууу... и что я просто хочу что бы мы хоть раз собрались в клубе как нормальные люди сделали вид что ничего не было и проехали проехали всю эту фигню так ведь проще не хочу что вы у меня что-то там саднило Тупо это все Мне вообще наплевать, что она там обо мне думает А теперь я себя еще и виноватый чувствую Тьфу Ты имеешь право на переживания Это не делает тебя слабой Давай разберемся вместе Ну ладно У тебя такие штуки круто выходят Давай попробуем вообразить что-то приятное Может тогда нам удастся разобраться откуда у тебя такие тягостные чувства Для меня все устраивало Как у нас раньше было До этого вчерашнего разговора А что именно тебя так в этом разговоре огорчило? Гадости, которые Юрия говорила про мангу А, дожди Извиняюсь Чуть Ошибся? О гадости, которые Юрия говорила про мангу? Возможно, но вообще-то нет Мои подружки и другие люди над мангой вечности бутся Я привыкла делать вид, что этого не слышу Но в этот раз меня что-то достало по-настоящему И это до ужаса неприятно Может, потому что ты услышала такие слова не от кого-то другого, а от Юри? Вот еще, какая разница, кто это сказал? Я хочу сказать, ну... Интересная мысль Меня просто бесит, что она надо мной возносится Только потому, что изображает из себя интеллектуалку Да, наверное, в этом все дело Другие люди, по крайней мере, решают, что я им не нравлюсь Что им не нравлюсь я сама Или манга Или еще что-то А Юри так ведет, как... А Юри себя так ведет, как будто она заранее выше всего этого И идите нафиг Мне очень жаль Я думала... Я думаю, каждому человеку надо дать шанс Вот именно А ты бы согласилась дать шанс книгам Юри? После всего того, что было? Вот еще А до этого, если бы ничего не было Ну, может и полистало бы, пока скучно не станет Секунд тридцать Если подходить к этому не предвзято Нетрудно осознать, что история История может быть интересной и осмысленной И при этом без лишних заморочек Ясно Знаешь, мне нравятся книги Юри Да, но манга-то тебе тоже... Но манга-то тебе нравится больше? Сейри качает головой Мне нравится и то, и другое Конечно, они совсем разные Но я их одинаково люблю Смотри, манга, она легкая Прямолинейная Веселая Ее приятно читать В фэнтези надо прилагать усилия Додумывать, что автор хотел сказать Но оно того стоит И с книгой приятно посидеть в тишине Главное для меня то, что Как бы лучше выразиться И фэнтези, и манга остаются верны себе Поэтому мне нравятся оба жанра И мне кажется, что в клубе есть место И для того, и для другого А еще я думаю, что у вас с Юри Возможно, куда больше общего Чем кажется на первый взгляд Это, знаете, чем-то, знаешь, напоминает Даже не взаимоотношения Юри и Моники пока что По большей части Именно взаимоотношения развиваются Сейчас, знаете, подводочка для Сценария, где будет все посвящено Юри и Нацу К их взаимоотношениям Это чисто такая подводочка Как тебе удается так ладить со всеми? Я вот вечно всорюсь и ругаюсь Сперва мы с Моникой поцапались Когда я только в клуб пришла Потом с тобой А теперь вот с Юри А я вечно сижу А я вечно сижу такая Блин, какие все вокруг вредные И почему они этого не понимают? Пусть признают, что неправы И мы подружимся Но остальные же Как-то друг с друг С друг с дружкой Мирятся И только я не хочу Смотреть правде в глаза И признавать Это все Вредни Что все вредничают Только потому, что Меня терпеть не могут И я понятия не имею Почему это так И с чем И что с этим делать Не понимаю, что со мной не так Это так мерзко Нацуки Саюри обнимает Нацуки за плечи Ты замечательный И заслуживаешь любви Не меньше, чем другие люди Все мы разные И мысли свои выражаем по-разному Понимаешь? Иногда из-за этого Нам трудно понять друг дружку Я думаю, иногда Нам просто везет И появляются друзья Которые умеют общаться Возникает ощущение Будто между вами Творится какое-то волшебство Но бывает и так Что оба человека Вроде бы Замечательные Но никак не могут Понять друг друга Все истолковывают Все истолковывают Наоборот У Юрия с этим беда Точно так же Как и у тебя Понимать друг друга сложно Нужно много Не знаю Размышлять В себе копаться Не бояться Показать свои слабости Вот с этим У меня совсем плохо С тем Чтобы слабость Показывать Мне вечно Надо быть Самой сильной Что ты хочешь сказать? Расскажи мне Что для тебя Это значит? В общем Это глупо Прозвучит Наверное Но я привыкла Что меня все Обижают Подружки И папа Тоже Когда у меня Плохо Когда у меня Плохие оценки Или в комнате Беспорядок Что мне И что мне делать? Реветь Реветь белугой? Если я начну Хныкать Получится Что они победили Но я им этого Не позволю Я этого Никому не позволю Вот и выходит Что виноват Всегда Должен быть Кто-то другой Не я Потому что Если что-то Идет не так И у меня Возникают Возникает Хоть тень Подозрения Что это Моя вина Я сразу Начинаю Злиться И придумываю Как обвинить В этом Всех Вокруг Ты считаешь Себя Лучше Юри Если бы Я так Сказал Это была бы Глупость И хвастовство Нет Что мы Думаем И что мы Чувствуем Это разные Вещи Даже если Наше чувство Нам не нравится Мы должны Получить Научиться Их понимать Чтобы больше Узнать О самих Себе Это первый Шаг К открытости Понимаешь Признавать Что у нас Есть чувства Которые Нам не нравятся Я Меня это Бесит Если Если я такое Чувствую Значит Я плохая Потому что Эмоции Мне говорят Что конечно Я лучше Юри Намного Она Воскомерная Заносчивая Невротичка Заносчивая Зазнайка Невротичка А я Выше Этого На сто Этажей Но мне Жутко Стыдно За такие Чувства Тебе Нечего Стыдиться Ты Ты И твои Эмоции Это не одно И то же Но Ты И твои Эмоции Это не одно И то же Скажи Это себе В слух Громко Попробую Я И мои Эмоции Не одно И то же Как Я себе Представляю Чувствую Это что-то Вроде Соседа По дому Вы Живете Бок о бок И вы И видитесь Каждый День Можно Делать Вид Что Никакого Соседа Нет Но Сталкиваться Все равно Приходится И временами Становится Противно И страшно Поэтому Остается Одно Узнать Друг друга Получше Вы Можете Общаться И чему-то Друг у друга Учиться И даже Меняться Друг с другом Менять Друг друга К лучшим Ты Понимаешь О чем Я Как Ты Во всем Этом Так Круто Разбираешься У меня Сосед По дому С которым Временами Бывает Очень Трудно Ладить Это Называется Депрессия Депрессия Но Ты Всегда Такая Радостная И веселая И веселая Я И мои Эмоции Это Не одно И то же Да Вот И правда Вот Сайори Идеальное Подтверждение Человек Может Носить Маску Счастья И носить Ее Очень Правдоподобно Но По-настоящему Он может Быть Крайне Несчастливым И это Кстати Говоря Довольно Очень Очень Грустно И Даже Страшно Я хочу Быть Такой Же Замечательной Как Ты Моя Ты Прелесть Мы Тут Все Замечательные И Ты Юрий Моника И Я Уверена Рано Или Поздно Юрий Тоже За Тобой Это Признает Носуги Молчит Ошеломленные Всем Услышан Несмотря На добрые Слава Сайори Ее Переполняет Печаль И Душевная Тоска Как Будто Где-то Глубоко Внутри Открылась Старая Рана Это Потому Что Она Призналась Сайори В своих Слаб Это Потому Что Она Призналась Сайори В своих Слабостях Нет Ощущение Совсем Не Такое Никто Не Причинил Ей Боли Здесь И Сейчас Но Рана Внутри Не Дает Покоя Ее Невозможно Просто Заклеить Пластырем И Отвернуться Как Ни Чем Юри Ты Ты Что Тут Делаешь Я Тебя Искала Я Пожалуйста Только Не Кричи На Меня Да Я Не Собиралась На Тебя Кричать Я Хотел Извиняюсь Я Хотела Извиниться За Вчерашнее Я Была Неправа В Другой Раз Я Не Стану Влазить Куда Не Просит И Пытаться Решить Чушие Проблемы Это Моя Дурная Привычка Ты На Меня Не Злишься Я Думала Что Ты На Меня Злишься Я Вчера Как Отвратительно Себя Вела Юри Сжимается Вспоминая Подробности Ссоры Я Не Способна Говорить С Людьми По Человечески Вечно Ляпну Что Нибудь Не В Попад Постой Да Все Было Совсем Не Так Давай Мы С Тобой Сейчас Это Обсудим Юри Какое-то Время Молчит И Наконец Через силу Кивает Моника Присаживается Рядом С ней На Ступеньку Я Привыкла Видеть Во всем Плохое И Никак Не Могу Научиться Мыслить Иначе Плохое Это Как Ну Уверена Что Все Меня Ненавидят Особенно Нацуки Ужас Какой Сомневаюсь Что Нацуки Тебя Ненавидит Откуда Ты Знаешь Потому Что Моника Вспоминает Как Она Сама Ссорилась Нацуки Из-за Манги А ведь Достаточно Было Повести Себа По Взрослому Разумные Нацуки Тут же Перестало Затираться Мне кажется Нацуки Привыкла Вечно Обороняться Она Начинает Бить В ответ Как Только Ей Кажется Что На Нее Нападают Но Ведь Она Неплохая На Самом Деле Я Уверена Она Может Быть Очень Заботливой И Понимающей Просто Как Мне Кажется Она Сперва Выжидает Чтобы Другой Человек Проявил В ней Доброту И Только Потом Рискует Ответить Тем же А Тогда Выходит Я должна Вызвать Взвалить Это На Себя Но Я Не Умею Говорить С людьми Они Меня Не Любят Стоит Мне Рот Открыть И Юрий Трисет Головой И Дергает Себя За Волосы Все В порядке Юрий Не Надо Себя Наказывать Я Уверена Если Бо У людей Был Шанс Узнать Тебя Получше Они Бо Полюбили Тебя К сожалению Выходит Наоборот Поэтому Я Больше Ни Разговариваю Они Меня Называют Чокнутые Шепчущие За Спиной И Шепчутся За Спиной Так Бывает Если Я Привлекаю К Себе Внимание Нацуки Сказала Что Уважает Людей Которые Все Выкладывают На Чистоту Я Так Сделала И Что Она Меня Еще Больше Возненавидела Выходит Я С самого Начала Была Права Но Но Ты же Нравишься Нам Сайори И Мы Неплохо Тебя Тебя Узнали За Это Время Эм На Этом У Юри Не Находится Что Сказать Сказать Что Ты Думаешь О Нацуки Я Да Я Вообще Не Думаю Я Не Это Я Не То Хотела Сказать Ой Ну Да Я Не То Хотела Сказать Просто Эм Мне Просто Стало Интересно Есть ли У тебя О ней Какое-то Своё Мнение Да Есть Так Что Там 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 Нацуки Пробуждает Всех Все Худшее Что Во мне Есть И Это Ужасно Стыдно Я Привыкла Считать Себя Уточенной Натурой А тут Кто-то Приходит И Относится Ко мне Как Существу Низшего Порядка Слышать Такое Оскорбительно Особенно Такой Как Она И Я Сразу Начинаю В ответ Относиться К ней Плохо Но Все Остальные Ее Любят Я же Вижу А значит Это Я Опять Во всем Виновата Я Делаю Что-то Не Так И К ней Я Относиться Так Не Должна И Слиться Из-за Всех Этих Детских Случай Глупостей Нет Юрий Эмоции Не Бывают Неправильными Но Они Должны Быть Другими Вот Ведь Как Эмоции Бывают Правильные Или Неправильные Понимаешь Они Просто Есть Они Не Могут Быть Правильными Или Неправильными Правильными Или Неправильными Они Просто Есть Это Состояние С которым Мы Не Всегда Знаем Что Делать Но Это Не Означает Что Чувства Должны Должны Править Нами Мне Мне Кажется Это То Что Я Поняла Когда Создала Клуб Мы Можем Себя Ненавидеть За Какие Чувства Или Можем Просто Признавать Что Они Существуют И Пробовать В них Разобраться Я Б Никогда Не Стала Злиться На Тебя За То Что Ты Испытываешь Эмоции Вот Так И Надо С Ними Общаться Обращаться И Мне Кажется Проработ Прорабатывать Свои Чувства Все Вместе Это Очень Изближает Юрий Вздыхает И С Понурым Видом Эх Тебя Послушать Так Это Проще Простого Ты Так 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 Хорошо Понимаешь Людей Я Рядом С Тобой Дитя Ну Что Ты Юрий Ну Что Ты Юрий Я Далеко Я Далеко От Совершенства Но Всему Этому Можно Научиться Я Ведь Тоже Не Такой Не Такой Родилась Самое Сложное Это Себе Осознать Разделить Свои Мысли И Чувства Я Просто Хочу Быть Хорошим Человеком Мне Кажется Только Хорошие Люди Ставят Себе Такие Такие Цели Но Этого Недостаточно Я Хочу Ей Объяснить Что Именно То Что Я Чувствую Как Меня Злит И Огорчает Когда Она Пренебрежительно Относит Отзывается Обо Всем Что Мне Дорого И Как 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 Это Напоминает Мне Меня Саму Потому Что Я Отлично Знаю Каково Это Злиться На Весь Мир И Ощущать Себя Непонятой Я Знаю Что Твердить Себе Я Лучше Всех Это Просто Защитный Механизм Мы Все Обычные Люди Хрупкие Неустойчивые Но Я Устала Попадать Под Чужие Удары Я Не Выношу Когда Кто-то Постоянно Разрушает Мир Покой Когда Вокруг Слишком Шумно Ты Не Можешь Сосредоточиться На Чтении Так Потому Что Я Потому Что Литературный Клуб Должен быть Таким Местом Где Всем Хорошо Моника Моника Смотрит На Юри С Обожанием Кажется Я от Сайори Заразилась Мне Так Хочется Тебя Обнять Эм Ха-ха Извини Я Не Хотела Тебя Смущать Нет Я То Есть Если Ты Правда Хочешь Я Не Возражаю Моника Протягивает Юри К себе Притягивает Юри К себе И тут же Отпускает Ты Такая Нежная И мне Нравится Когда Ты Начинаешь Говорить О своих Чувствах Я Рада Узнать Тебя С Такой С С Нацоке Это Тоже Понравится Я Уверена Я Напишу Ей Письмо Письмо Это Замечательно Потому Что Я Плохо Умею Говорить Вслух Особенно Когда Волнуюсь Меня Захлестывают Эмоции Я Забываю Сказать Самое Важное И Наоборот Говорю То Чего Не Следовало Мне Кажется Мне Кажется Письмо Это То Что Надо Замечательный Способ Общения Юри Хмурится С Решительным Видом Я Не Умею Притягивать Людей Так Так Естественно Как Это Получается У Вас С Юри У меня Не тот Характер Я И Не Хотела Быть Ни И Я Не Хотела Бы Ничего Менять Но Я Знаю Одно Дружба Не Возникает Сама По Себе Как По Как По Волшебству К примеру Сама Бы Я Никогда Не Подружилась С кем То Вроде Сайори Мы С ней Совсем Не Похожи Но Она Очень Старалась Узнать Меня Ближе Понять И Теперь Мы Отлично Ладим С тобой Вышло Точно Так же Вы Оба Не Жалели На Меня Времени И Терпения Теперь Я Думаю Что Если Она Чувствует Что Если Она Чувствует То же Самое Нацуки Юри Кивает Я Всегда Считала Что Если Я Хочу Найти Друзей Мне Надо Полностью Себя Изменить Будто Есть Какой Особый Тип Личности Волшебный Рецепт Которому Надо Следовать И Все Получится Такие Мысли Это Очень В Моем Духе Я Вечно Так Занята Собой Что У Меня Нет Времени Присмотреться К Другим Юрий Качает Головой Дружба Возникает Когда Ты Думаешь О Другом Человеке Когда Тратишь Время И Силы На То Чтобы Его Понять Уважаешь Его И Веришь Что Он Тоже Хочет Быть Хорошим Это То Чему Меня Научил Литературный Клуб Все Мои Наблюдения Наблюдение Такого Моника Не Ожидала Юрий Всегда Выглядел Зам 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 Нелюдимый Удивительно Слышать От нее Такие Слова Как бы Отчасти Такие Зам 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 Люди Они Они Не Могут Юрий Чуть Заметно Улыбается Ну Вообще Именно Это Желите Вообще Ну Так Замкнутые Люди Поступают Они Слушают Наблюдают Да Они Кажутся Замкнутыми Но Они Не Могут Прям Ну Сидеть Вечер В Своем Яйце Они Хотя Выглядывают Из Своих Маленьких Окошек И Слушают Это Им Можно Главное Этого Никто Не Замечает То Что Они Слушают И Наблюдают За Тобой Им Это Главное Для Них Это Главное Ну И Кстати Говоря Опять И Точно Именно Опять Так Слова Крайне Близки Крайне Приятные Слова И Правильные Это Знаете Один Из Плюсов Вот Данного Дополнения Точнее Данного Сюжета И Вообще Всех Сюжетов Именно О том Как Они Приспосабливались К друг Другу Как Приспосабливались Понимали Друг Друга Приспосабливались Это Все Очень Важно В том Чтобы Отстроить Хорошую Дружбу Все Продолжаем Мне Нужно Было Просто Немножко Все Перестроить Теперь Будет Поудобнее Ты Делишься Со мной Своими Мыслями О Других Людях О Других Людях С А Юри Тоже И Это Мне Очень Нравится Я Узнаю Много Нового От Вас Об Обоих Надо же Я И Представить Не Могла Что Для Тебя Это Так Важно До Сих Пор Моника Об Этому Не Задумывалась Но Юрий Правда Последнее Время Внимательно Слушала Ей Было Интересно Все Что Касается Ее Подруг В Клубе Это Правда Моника И Сайори Лучше Умеют Общаться С Людьми И Решать Конфликты Но Это Не Означает Что Они Чем Лучше Других У Всех Свои Сильные Слабые Стороны Каждый Может Учиться Чему То Новым И Первый Шаг На Этому На Пути Самоанализ И Вдумчивость Юрия Никогда Особо Не Ценила В Себе Эти Способности Но Моника Считает И Замечательными Теперь Она Не Сомневается Что У Литературного Клуба Большое Будущее О В Обеденный Перерыв Застенчивая Девочка С Красными Длинными Волосами Идет По Друзья С Красивыми Блин С Красными С Красивыми Длинными Волосами Идет По Школьному Коридору Прижимая Груди Улочки Когда Она Наконец Находит Кабинет Где Собирается Литературный Клуб То Встает У Двери Озирается По Сторонам А Потом Оглядываю Заглядывает Внутрь Моника Сидит В Классе И Болтает С Подружкой Ну Да Кто Б Сомневался И Зачем Она Вообще Сюда Пришла Внезапно Моника Оглядывается На Дверь И Девочка В Панике Отскакивает Назад И До Отдышавшейся Она Решает Поскорее Уйти Но Тут Дверь Преотворяется Юри Как Я Рада Тебя Видеть Ты Нашла Меня Ты Нашла Меня В Обед Ты Нашла Меня В Обед Ответные Слова Юри Едва Удаётся Расслышать Помоги Мне Пожалуйста В чём Дело Что-то Стряслось Юрий Качает Головой Я Не Умею Писать Письма Ха Ха Всего То Я Уж Решила Что У нас Беда Моника Оглядывается Через Плечо На Своих Подружек Тебе Нужна Помощь Можем Поискать Пустой Класс И Там Устроиться Что Скажешь Я Не Хочу Тебе Мешать Ты Же С Друзьями Сидела Не Переживай Всё В Порядке Мы Ничем Особенным Не Занимались Погоди Моника Заскакивает Обратно В Класс Бросает Подружкам Я Ненадолго И Возвращается К Юри Прихватив Со Стола Ручку А Теперь Давай Найдем Тихое Местечко Юри Кивает И И И Идет Следом За Моникой Как У тебя Дела Вообще А Что Мне Ну Да Ха Извините Ты Меня Врасплох Застала Таким Вопросом У меня Всё Супер Просто Устала Немножко Вечно Не Высыпаюсь Почему Сама Не Знаю Как Это Выходит Я Чем-то Увлекаюсь И Перестаю Замечать Как Время Идет Со Мной То же Самое Ха Ха Гляди Пустой Кабинет Пустой Кабинет Пойдем Заглянув Внутрь Моника Распахивает Дверь И Они Вместе Заходят В Класс Ой А Че Подумал Что Сейчас Не Будет Этой Консценки С Красивая Картинка Которую Можно На Фон Поставить На Превьюшку А вот Конец Сейчас Скоро Будет Юри Больше Не Выглядит Расслабленный И Спокойный Она Смотрит Как Моника Подтягивает Два Стула К Одной Партии И Послушно Садится На Место Которое Та Ей Указывает Ее Взгляд Убирается В Столешницу Она Не Поднимает Глаз Ты Нервничаешь Я Не Хочу Этим Заниматься Так Мы Не Обязаны Можем Что Нибудь Другое Придумать Юри Качает Головой Нет Я Хочу Все И Справить И Это Мне Нужно Сделать И Это Мне Нужно Сделать И Это Мне Как Это И Это Мне Нужно Сделать Первый Шаг И Для Этого Мне Нужно Сделать Первый Шаг Ого Сколько В тебе Решимости Я Знаю Как Трудно Я Знаю Как Трудно Выйти Из Своей Зоны Комфорта И Буду Поддерживать Тебя До Конца Юри Наконец Преодолевает Страх И Вырывает Из Блокнота Разливает Разливной Листок Подожди Как Разливной Разлив Разлинован Потом Сжимает В пальчиках Ручку О Экселент Тихо Экселент 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 Давай Опа Отлично Скриншот Отлично Великолепно Все Превьюшка Готова Теперь Можно Будет Поработать О Так Ты Левша Круто Эээ Да Значит Я могу Не волноваться Что Толкну Тебя Толкну Тебя Под руку Моника В шутку Трется плечом О плечо Юри Ха-ха Извини Это я просто Дурачусь Ладно Что для начала Со Что бы Что для начала С Что для начала Составить Список всего Что ты хочешь Сказать Нацуке Что ты Хо Ладно Для начала Составить Ладно Для начала Нужно Составить Список Всего Что Что ты Хочешь Сказать Нацу Список Всего Что ты Хочешь Сказать Нацу Эм Юри Размышляет Мне Вдруг Стало До того Неловко Да Не переживайте Так Вспомни Что ты Мне Говорила Вчера Но Но Ладно Попробую Юри Еще Какое-то Время Думает Видно Что Она Очень Напряжена Потом Она Пишет Слово Рефлексии Это О том Что Я Постоянно Рефлексирую Ключевой Вопрос Почему Мы С тобой Рысимся Друг На Дружку Но При этом Ухитряемся Нормально Дружить С Моникой С А Юри Отлично Да Так Так Вот Юри Размышляет Я Смогла Подружиться С вами Обойми Потому Что Вы Не Жалели Времени На То Чтобы Меня Понять И Уважали Мои Интересы Тоже Тоже Сами Относится К На Цуки Мы С Ни Поначалу Здорово Грызлись Я Думала Только О Том Как Мне Добиться Своего Она Хотела Чтобы Ее Уважали Как Только Я Осознала Что Не Надо Себя Выпячивать Она Тоже Перестала На Меня Давить Я Тоже Так Хочу Тогда Она Что Ты Ради Нее Готова Я Хочу Хочу Сделать Для Нее Все То Самое Что Нужно Мне Самой Я Люблю Когда Меня Слушают С Интересом Они Отмахиваются Мне Нравится Когда Мои Чувства Принимаются Воспринимаются Серьез Еще Мне Нравится Что Вы Сайори Мне Верите Когда Я Говорю Что Хочу Быть Хорошей Даже Если У Меня Не Всегда Получается Давай Это Все Запишем Давай Это Все Запишем Это Так Юра Начинает Писать Важно Не Забыть Что Насуки Чувствует Себя Уязвимой Поэтому В письме Мы Должны В первую Очередь Говорить О Ее Интересах Это Сложно Ведь Ты Тоже Чувствуешь себя Обиженной Но Ты Не Помиришься С Человеком Если Начнешь С Длинного Списка В чем Он Не Прав Мне Кажется Первым Делом Ты Должна Дать Понять Что Относишься К ней С уважением И готова Ее Выслушать Потом Признать Что Ты В кое Чем Была Не Права Готова Ее Слушать А Под Конец Объяснить Чем Б Хотелось С С С С Тебе С А Под Конец Объяснить Чего Б Хотелось Тебе Самой Как Тебе Такой План Можно Написать Три Обзаца На Одном На По Одному На Каждый Пункт Мне Нравится У меня В мыслях Была Полная Сумятица Я Понятия Не Имела Как Навести В них Порядок А У Тебя Настоящий Талант Да Ладно Тебе Ты Сделала Намного Больше Чем Я Ты Размышляла Над Всем Что Случилось И Смогла Признать Свою Неправоту Это Самое Сложное Я Всего То Помогаю Тебе Уложить Это На Бумагу Если Тут Кто Тебе Достой Восхищения Так Это Ты М Моника Обнимает Юри Она Тут Ж Готова Разжать Объятия Но К Немалому Удивлению Пальцы Юри Сжимаются И удерживают Руку Моники На месте Какое-то Время Они Сидят Так В полном Молчании Которое Нарушает Лишь Шорох Бумаги Юри Начинает Писать Вчера Ты Сказала Мне Одну Вещь Которая Заставила Меня Задуматься Что Это Сказала Что Эмоции Не Бывают Правильными Или Неправильными Это Просто Состояние В котором Мы Находимся И Тогда Я Подумала Ведь Привидень Поведение Человека Не Сводится К тому Какую Ему Хотелось Как Каким Ему Хотелось Быть На Это Накладывается Весь Прежний Опыт Его Сомнения И Неуверенность В себе И Это Помогает Не Увидеть Окружающих По Настоящему А Не Как Картинных Персонажей Чья Цель Причинять Не Боль Ты Так Раньше Воспринимала Нацуки Юрий Кивает На самом Деле Все Стараются Как Могут И Каждый Хочет Быть Счастливым Моника Заглядывает Чтобы Прочитать То Что Написала Юри Но Та Неожиданно Прижимает Листок К Груди Ха Ха Вообще Ты Я должна Это Прочитать Чтобы Тебе Помочь Прочитать Чтобы Тебе Помочь Ничего Ты Помогла Мне Привести Мысли В порядок Я Проговорила Все Я Проговорила Все Вслух Теперь Я Просто Записываю Кого Но Мне Бы Не Хотелось Чтобы Это Кто-то Читал Юрий Не Громко Смеется Для Ни Это Для Ни Это Большая Редкость Вообще То Я Даже Рада Это Слышать А То Я Вечно Лезу Чужие Дела Это Совершенно Лишнее Не Хочу Никому Навредить Ха-ха Поговорить С тобой Было Здорово Нет Я Всегда Считала Тебя Очень Умный Но Юрий Улыбается Я Никогда Не Научусь Говорить Такие Вещи Вслух Люди Вообще Их Не Понимаю Я Я Сама Для Себя Загадка Ха-ха Но Когда Я Когда Я Тебя Слушаю Многое Проясняется Так Что Не Смей Говорить Про Чужие Дела И Про Вред Я Тебя Прошу Моника Улыбается Юри Это Так Странно Я Пришла В клуб В надежде Встретить Фанатов Фэнтези А нашла Настоящих Друзей Которые Меня Ценят Это Что Шутка Это Что Шутка Само Собой Ха-ха С тобой Я Никогда Не Знаю Наверняка Извини Нет Мне Все Нравится Прошу Тебя Не Вздумай Меняться Как Скажешь Юри Косится На Часы Время Поджимает Ты Сама Сможешь Закончить Думаю Что Да Но Я Не Хочу Приходить В клуб В тот же День Когда На Суке Это Прочтет Я Стесняюсь Если Хочешь Я Отдам Ей Твое Письмо Юри Кивает Только Пообещай Что Не Станешь Учитать Конечно Даю Слово Спасибо Юри Сдыхает И Обе Встают С места Я Дам Тебе Знать Когда Допишу Моника Кивает Удачи Но Если Нужна Будет Помощь Зови Юри Кивает В ответ И Они Расходятся Великолепно Ну Что Вот Мы И Прошли Это Наша Самая Дополн Еще Одно Еще Один Доп Сюжет Честно Говорю Чет Он Растянулся В общем Уже Блин 40 минут Почти Да Ладно Тогда Я триндить Сильно Не буду Мне Хотелось Конечно Немножко Потриндить Ну Немножко Высказать Своё мнение О ситуации Вообще В целом А доки Доки Да И почту Почитать Тут Вот Появилось Новое Я Именно Посмотрел В почту И Автоматически Бац Пропало Уведомление Что Я Типа Типа Уже Почитал Почитаем Уже В следующей части В следующей серии Да Не очень конечно Такая вот Ситуация Я думал Все таки Как обычно На 30 минут Все таки Хватит Но Не хватило Точнее Перебор Ну ладно Надеюсь Вам понравилось Ставьте лайки Или дизлайки Пишите комментарии Предлагайте Игры Для прохождения Обсуждайте Буду Рациям Поболтать Ну И следующей серии Уже Как раз Когда вам Проходить Следующее Дополнение Любовь К себе Я Ищу И В начале Серии Или В конце Все таки Выскажусь Насчет Ситуации С Томом Сальвата И самой Ситуации С тем Дополнительным Проектом Связанным Только так Частично С токи-доки Заглядьте В описании Заглядьте Там будет ссылочка На мой YouTube канал Так на всякий Пожарный Подписывайтесь Вдруг Что случится С YouTube Чтобы у нас Чтобы мы Не потеряли Связь Заглядьте В описании Там Также Кстати Там ссылочка На мой Дискот Сервер И на Человека Который Сделал нам Аватар И шапочку Недорого Он Сделать Максимальный Заказ Сделать Максимально Вам Приятным Для вас Именно Под вашу Тематику И недорого Особенно Когда Скидки У него Его Его Пакета YouTube И не забывайте Жать на кнопочку Подписаться На колокольчик Такое Новое видео Знаете Меня Промотивируйте И Пополните Нашу Большую Но Все же Такую Же Крепкую Семью И С вами Я Конечно Же И Прощаюсь И Увидимся В следующих Наших В следующих Наших Приключениях По миру Доки Доки Продолжение следует